Во Владивостоке отметили День Рыбака. 10 июля поздравления принимали те, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной профессией. День Рыбака – один из самых ярких праздников во Владивостоке, который касается практически каждой семьи. Не случайно в этот день на водно-спортивном центре ЦСКА собрались сотни жителей города. Торжественную программу мероприятия открыли губернатор Приморья Олег Кожемяка и глава Владивостока Константин Шестаков. Искренне рад видеть всех, собравшихся здесь, на берегу моря, любителей рыбной ловли, людей, кому не безразличен сегодняшний день. День Рыбака. И я всех поздравляю с этим замечательным праздником. Всех тех, кто любит море, любит рыбалку, и людей, живущих у моря, и на берегу реки, и всех, кто увлекается этой прекрасной рыбалкой, этот прекрасным промыслом. После торжественного открытия губернатор и глава города отправились на выставку фотографий под названием «В море». Экспозиция посвящена промышленной рыбалке. А рыбаки – это все мы. Практически все. От тех, кто работает в крупных рыбодавающих, перерабатывающих компаниях, до мальчишек, которые выходят на камбалу, не знаю, или ребят, которые работают, выращивают морекультуру у нас на острове Русский, в Хасанском районе. Это же про всех. Ну и еще про тех, кто просто рыбу любит, про тех, кто ее умеет приготовить и продвигать не только на территории России, но и за рубежом. Это же про нас про всех. Ранним утром стартовала спортивная программа «Открытое море». Как и положено, рыбаки ушли на катерах состязаться в спортивной ловле. Вниманию жителей и гостей дальневосточной столицы был представлен документальный фильм «Под парусами фрегата Паллада», который рассказывает о кругосветном плавании парусного учебного судна. У нас сегодня спортивная составляющая – это «Открытое море», народная рыбалка, 10-й фестиваль. Сейчас, вот в данный момент, рыбаки на банке «Зубра» и здесь в двух часах хода от нашей площадки именно состязаются в ловле рыбы, деловой рыбы. И в 20 часов мы их, в 18 часов мы их ждем, в 20 часов взвешивания и в 20-30 награждения. Вот, большой призовой фонд получит таком команда, которая поймает самое большое количество рыбы. Главным угощением дня стал, конечно же, ароматный и неповторимый рыбный суп. А губернатор поделился с нами своим рецептом приготовления настоящей рыбацкой ухи. Бульон на петухе до закипания, чтобы не закипело, именно настаивается. А потом туда уже сначала опускаются там головы, хвосты, причем может быть рыба в марле, ну с чешуей, какая есть, вот, с тем, что был навар. А потом уже погружаются там те или иные виды рыб, разделанные специально для того, чтобы это была уха. Там погружаются сначала картофель, морковь, лук, и потом уже, значит, ту рыбу, которую ты будешь кушать. Тогда утром она застывает, и когда ты ее кушаешь, аж губы слепаются. Вот это вот есть настоящая уха. Традиционное блюдо праздника – дальневосточный, горячий, ароматный суп разливали в чашки всем желающим. Мы сегодня на этом мероприятии варим 2022 порции добросупа, раздаем бесплатно людям. Приходите, угощайтесь. Прекрасная организация Дня рыбака, лучшая в России. Уха особого приготовления отправила детям в Австралию. Понравилось губернатору, к нам подходил и пробовал с нами губернатор даже, сидел, ему тоже понравилось. Необычный вкус. Для гостей масштабного праздника приготовили развлекательную программу, а для юных приморцев – театрализованные представления и специальные детские зоны для участия в разнообразных и увлекательных активностях. Я слышала, что будет мероприятие, будет продаваться свежая рыба, ребенок ради развлечений, мама посмотрите, вот где рыба, пока еще организация замечательная. Насыщенная программа, соревнования и гастрономический фестиваль День рыбака отмечали весело, вкусно и с азартом. Вечером состоялось торжественное награждение победителей соревнования «Открытое море», а завершился праздник выступлением местной группы «Эвэгрин». Олег Завьялов, Тамара Чупахина, Денис Фадеев. Новости на восьмом.